добрый вечер коллеги прошу прощения за небольшую задержку начали чуть позже давайте перед началом проверим звук как всегда напишите пожалуйста в чат хорошо ли меня слышно хорошо ли меня видно поставьте пожалуйста плюсики и будем начинать наш сегодняшний вебинар отлично да я вижу что плюсики пошли рад всех приветствовать на нашем еженедельном вебинаре который мы проходим по понедельникам сразу же небольшое объявление для слушателей кто присутствует из украины стран балтии напомню о том что ближайшие выходные будет переход на зимнее время у нас несколько будет смещаться выход вебинаров для россии все останется по-прежнему это были 19.30 по москве а для украины ну и стран балки это будет уже 18.30 то есть имейте этот момент в виду чтобы не пропустить вебинар не напоминаю что также вы их сможете в случае если это время вам не совсем удобно то вы сможете всегда просматривать записи на нашем youtube канале ссылку на него я сейчас на также продублирую в чат если вы еще не подписались то обязательно подпишитесь а и так как всегда перед началом небольшое предупреждение о рисках важно помнить о том что торговля на финансовых рынках связана с определенной долей рисков и не стоит переходить к работе на реальном счету пока вы не убедитесь что вы ознакомились со всеми рисками и вся информация которая дается в рамках данного вебинара является вебинар проводится в целях вашего обучения в целях вашего ознакомления и не является прямой рекомендации к действию меня зовут исаков роман до присоставлю для тех кто у нас впервые на данном вебинаре я являюсь региональным менеджером компании однерам маркет с даром маркет с работаю а уже более пяти лет отвечают за такие как регионы как россия украина страны снг и собственно что наиболее важно в рамках данного вебинара мой опыт трейдинга составляет порядка 8 лет в принципе здесь я делюсь своими наработками которые получаю от непосредственно вас до в разных форматах обучения на и я собственно делюсь с вами на своими наработками своим видением а коллеги давайте проверим кто у нас присутствует впервые на данном вебинаре поставьте пожалуйста на цифру 1 то сегодня у нас новичок то на данном вебинаре я скажу пару слов о структуре что мы разбираем и что мы соответственно делаем довериваться сергей дмитрий сергей сергей дмитрий скажите пожалуйста вы присутствовали на курсе персональной инвестиции который проходил на прошлой неделе а просто не всех помню по именам просто поставки плюсик то если кто-то из вас было дмитрий пишет что нет сергей присутствовал отлично тогда ввиду да вот еще татьяна отлично смотрите что мы делаем на данном вебинаре мы во-первых анализируем рынок смотрим что у нас произошло за неделю предыдущую и смотрим что сейчас актуально а по основным инструментом рассматриваем основные валютные пары золото нефть даже сейчас подключаем криптовалюты к нашему рассмотрению индексы также и фактически выстраиваем план что можно ожидать на рынке и как это можно применить с точки зрения технического анализа а я напоминаю что мой коллега федерик он больше специализируется на фундаментальном анализе его вебинар проходит по вторникам в 20-30 поэтому завтра он сможет ответить вам на все вопросы что будет проходить да и что важно с точки зрения фундаментального анализа ну и кому же его обзор каждый понедельник добавляется на наш youtube канал опять же тех событий которые важно учесть на текущей неделе у нас разбор текущей ситуации происходит с применением с элементами системы price action я на примере одного из инструментов расскажу более подробно но если вы хотите так скажем погрузиться до более полноценно вот тот подход который я использую у нас на youtube канале как раз почему я спросил те кто присутствовал на прошлой неделе нас был курс персональной инвестиций на котором мы более подробно разбирали фактически то что мы делаем на данном вебинаре ну скажем теория до теории совмещенной с практикой сейчас у нас будет в основном это практика в этом курсе мы разбирали именно теоретический подход трейдинга то есть что необходимо знать что важно учитывать трейдеру при работе вы можете найти записи этого курса но так и называется персональные инвестиции там день 1 день 2 и день 3 и их уже там спокойно просмотреть а также в рамках данного вебинара я отвечаю на ваши вопросы то есть это вопросы могут быть любые связанные с вашей видением рынка с какими-то торговыми ситуациями которые вызывают у вас вопросы в принципе я вас вообще никак не ограничить я еще не получил какого-то такого вопроса на который который нельзя посчитать было корректно то есть я считаю что не бывает плохих вопросов забывать и ответы поэтому в любом случае если у вас возникает какой-то вопрос а вы можете записать его в чате можете написать мне а его после потому что очень часто вопросы возникают как раз после вебинара да то есть когда вы уже самостоятельно начинаете анализировать рынок появляется вопрос о какой-то ситуации и обязательно его пишите также хотел анонсировать что у нас стартует принципе сегодня а ссылки уже некоторым участниками я направил для подключения к нашему закрытым программ-каналу в котором я уже в течение дня до будут скидывать какие-то дополнительные комментарии да то есть на что важно обратить внимание и что на рынке сейчас происходит данный телеграм-канал доступен для клиентов адмирал маркет то есть если у вас есть счет компании адмирал маркет а напишите мне на почту и я вам пришлю ссылку на добавление в данный телеграм-канал и там мы сможем уже общаться онлайн да в течение дня я буду отвечать также на ваши вопросы ну и каждое утро чтобы нам закончится всеми организационными моментами на youtube канале у нас я публикую ежедневный обзор до с утра опять же что важно на рынке потому что вот то что мы сейчас с вами разберем это ну фактически с ориентацией мы можем строить планы там на неделю на две но рынок это живой организм и все может поменяться очень быстро поэтому для того чтобы всегда у вас была актуальная информация опять же на нашем youtube канале есть ежедневный обзор вы можете заходить в раздел видео там они сортируются именно по добавлению и уже смотреть то есть это примерно до 10 часов по москве это видео добавляется ну и не забывайте ставить ваш лайк писать комментарии потому что там это тоже возможно и приветствуется отлично я думаю что у нас основная масса людей уже подошла и мы можем переходить сейчас я запущу метатрейдер и будем смотреть что у нас сейчас происходит на рынке а также пока я это делаю если у вас есть вопросы которые хотелось бы задать вот как у участников к примеру кто пришел до впервые на данный вебинар то пожалуйста их напишите я с удовольствием вам на ваши вопросы отвечу мне от вас потребуется подтверждение что а терминал мой виден а поставьте пожалуйста плюс если у вас появился терминал и если вы его видите отлично да спасибо за полюсики и собственно с чего мы начнем начнем как всегда с пары евро доллар а и посмотрим что у нас на текущий момент происходит я напомню что в начале в начале сентября до пара евро доллар обновляла свои локальный максимум в область один 20 94 если мы говорим о возобновлении роста то именно там сейчас находится а ближайшая цель по восходящему движению но важно отметить то что опять же с начала сентября мы видим а в рамках уже среднесрочного среднесрочного тренда небольшую коррекцию и ближайший критический уровень который на текущий момент все еще остается в силе это область поддержки 1 1661 то есть если мы рассматриваем более крупный таймфрейм а нам для того чтобы как раз оценить текущую ситуацию то что происходит на рынке и какую сторону выбирать сделки и это вытекает из основного правила что тренд на вдруг и как правило все таки если мы говорим о финансовых инструментах то есть мы рассматриваем более активно то есть инструментами которых действительно есть а движение периодически такие ситуации возникают как в шестнадцатом году там у тому же евро доллара 15-16 год движение были не столь активны да то есть присутствовали боковики но а тем не менее направленное движение порядка тысячи пунктов диапазон он присутствовал сейчас если мы опять же говорим о текущей ситуации то начиная уже фактически с мая этого года на тенденция у нас идет направлено именно восходящая то есть по паре евро доллара практически на протяжении уже пяти почти шести месяцев мы эту тенденцию наблюдаем и здесь пока в рамках дневного таймфрейма ничего не меняется поэтому основная тенденция остается на укрепление ну а сейчас давайте посмотрим что происходит уже непосредственно локально на меньших таймфреймах а если мы говорим о четырехчасовом таймфрейме то а на текущий момент мы видим также небольшую коррекцию небольшое снижение но то что этому предшествовало да вот последнему снижению это уход выше максимальных максимумов которые мы видели а в начале октября и тем самым импульс подтверждался на возобновление уже тенденции восходящей то есть мы на прошлых занятиях также рассматривали уже также варианты на присоединение для покупок по данному активу ну а что мы видим уже а локально да на а часовом и ну на часовом таймфрейме который я для себя использую как рабочий для принятия решения на часовом таймфрейме для тех кто присоединился впервые я несколько поясню а мы отслеживаем то как торгуются у нас как закрывается торговая сессия то есть здесь это дает представление о том кто лидирует на рынке до продавцы или покупатели а валютные пары криптовалюты и большинство индексов торгуются круглосуточно и индексы торгуются с некоторой оговоркой то есть есть время когда они торгуются сессионно когда открыта биржа есть время вне сессионной торговли но тем не менее и почему мы смотрим день мы смотрим день а по той причине что в это движение заложено а настроение участников всего рынка представьте у нас есть четыре основные сессии тихоокеанская азиатская европейская американская так вот если мы видим что начиная вот для примера посмотрим 20 октября это у нас было пятница а и что мы видим у нас здесь день открылся в области 1 18 45 а концу дня попытались немного подойти к максимально значение предыдущего дня а но фактически мы день закрыли ниже открытия а и снижение было порядка 70 пунктов что нам дает данная ситуация в представлении о рынке а эта ситуация на говорит о том что не текущими продавцы преобладают то есть все те объемы которые происходят на рынке все эти участники которые в этот день большей степени выигрывают продавцы да то есть они в этот день сильнее и вот как раз для того чтобы уже определить ситуацию для присоединения по данному тренду по тем инструментом который мы рассматриваем и отслеживаем как закрывается торговый день и как себя ведут остальные участники вот опять же да у нас было пятница пятница закрылась по минимальным значениям в области 1 17 62 а вот так же коллеги напомню что а есть очень удобный инструмент который называется мета трейдер 4 4 и 5 по привычке 4 но он уже есть и для пятого мета трейдера а это расширенный набор функций который позволяет использовать дополнительные индикатор вот один из индикаторов которые у меня установлен это admiral high low то есть вот это зеленая и красная линия она показывает максимум а предыдущего торгового дня здесь у нас был максимум здесь у нас был минимум то есть это достаточно удобно визуально отслеживать чтобы не строить не перестраивать линии а он сам перестраивает каждый день но когда уже открываются новые сутки это очень удобно а и что мы видим сегодня с утра вот в час два часа ночи мы видели уход опять же вниз за уровень минимальные значения которые мы видели в пятницу и в рамках краткосрочной тенденции это нас возвращают сейчас к продажам то есть в рамках часового таймфрейма у нас тенденция остается на снижение хотя более крупный как мы с вами отмечали идет восходящий так вот наша с вами основная задача это найти ту ситуацию при которой тенденция на часовом таймфрейме начинает меняться уже в сторону основного тренда чтобы к ней присоединиться и тогда уже двигаться в сторону основного тренда в принципе основная основная мысль и основная задача для всех трейдеров что мы видим сейчас после ухода ниже минимальный значитель который мы видели на пятницу тенденция в рамках часа остается нисходящим у нас здесь мы можем отметить ближайший уровень поддержки который также рассматриваем чуть более сильный для пример четырехчасового таймфрейма это область минимальной значений 11 131 сегодня как раз весь день мы торгуемся вблизи данного уровня и если пара уходит за этот уровень у нас практически дальше снижение продолжается и дальше следующая цель это движение уже в область 1 16 63 то есть как раз тот уровень который мы с вами только что отметили на дневном таймфрейме да вот он находится здесь то есть тенденция она меняется постепенно то есть тренд не может меняться в один день наша задача как раз найти вот эти сигналы которые нам об этом подсказывают я напомню что мы здесь не рассматриваем какие-то индикаторы а только те закономерности которые мы можем отследить уже на фоне до того как ведет себя рынок вот так же на прошлой неделе у нас была ситуация когда 18 октября день ушел то есть покупатели в этот день были серии мы здесь открылись здесь закрылись в этот момент покупатели преобладали то есть с этих уровней уже после пробития на следующий день когда цена пробивает максимум а вот этого торгового дня мы могли для себя рассматривать уже покупки в сторону основного тренда ближайший уровень стоп лосс дарби например что это тоже важный элемент торговли имело смысл располагать за минимум предыдущего торгового дня то есть за отметка 1 17 30 соответственно а цена пошла в область сопротивления данное значение преодолеть не смогли а пятницу мы вновь вернулись уже она практически минимальным значением которые мы видели в четверг то есть пока а вот этот сценарий восходящий он был отменен до вот этой формации а как правило если мы посмотрим чуть дальше да то есть посмотрим по истории как двигалась пара евро доллар такие ситуации появляются очень много и порой вот эти проходы они могут быть от 30 до пунктов то есть если мы берем там один день закрываем когда а цена пересекает минимум предыдущего дня то есть ну открывая сделки на покупку то это может быть это от 30 пунктов до двух трех тысяч по пятому знаку то есть 200 300 и 30 пунктов и вот я как раз буду в этот четверг в риге да кто присутствует в риге обязательно приходите на семинар на котором я опять же вот будут более подробно говорить о данной торговой системе и я чуть сейчас провожу анализ непосредственно всех инструментов с точки зрения того а какое было соотношение до убыточных к прибыльным операциям работы по данной системе начиная с мая вот пока у меня данный по паре евро доллар то есть соотношение было порядка начиная с мая как раз когда пошла тенденция восходящая а если руководство с этим правилом то плюс был порядка 9 900 пунктов то есть ну уже в зависимости от объема карты может посчитать да то есть если сделки открывать объем 1 100 лота то это 97 долларов если одна десятая это 970 а если одним лотом да если депозит вам позволяет чтобы не превышать риски только уже порядка 9 тысяч долларов а это пока сводная статистика по одному инструменту начинаем с мая этого года как раз когда пошла тенденция на укрепление дальше я с вами тоже поделюсь дальше с вами поделюсь уже наверное на следующем вебинаре по другим тоже инструментом ирина вот задает вопрос можно ли еще раз повторить вход выход для особо конечно для этого мы здесь и собрались чтобы смотреть и отвечать на вопросы давайте сделаем таким образом схематично сейчас вот я нарисую и вот пока это будет такая схема образная да то есть мы возьмем вот этот прямоугольник это один день там то есть у нас есть открытие закрытие собственно в чем есть смысл когда мы видим что у нас тенденция идет нисходящее мы видим постепенно а понижающиеся минимум да то есть мы это можем вполне оценить посмотрев как у нас открывается день как день закрывается то есть схематично у нас идет вот такая ситуация да то есть тенденция нисходящая так как мы проанализировали на текущем для более крупного таймфрейма до данную ситуацию и пришли к поводу тому что пока а вот пара евро доллар торгуется выше отметка 1 1661 то основная тенденция у нас сохраняется на укрепление поэтому наиболее эффективно данном случае искать позиции также на покупку как когда это происходит а сейчас давайте сделаем зеленым цветом когда это происходит то есть основной сигнал для входа уже в сторону основного тренда на происходит тогда когда торговый день да вот тут мне который сейчас схематично зеленым центом обозначен цена в этот день пересекает максимум предыдущего дня пересекает и пробивает что у нас является пробить им пробить им у нас является закрепление за уровнем сейчас я вот так схематично здесь чуть выше покажу вот например вот эта зеленая линия как понять что она пробита но с точки зрения свечного анализа то есть пробить и будет являться тот сигнал когда у нас свеча полностью и открывается закрывается за уровнем за уровнем пробития то есть у нас вот этот день вот этот максимум является сигнальным, то нам нужно на часовом таймфрейме получить свечу, которая полностью и открылась, и закрылась за этим уровнем. И важно смотреть именно на закрытые свечи, потому что очень часто бывают как раз ложные пробои, и очень часто они характеризуются вот таким движением. То есть у нас у меня свет, чтобы было тоже лучше видно, понятно. То есть у нас открывается свеча, к примеру, выше этого уровня, затем начинает двигаться вверх, то есть нам, казалось бы, мы видим, что у нас цена пробивается, можно рассматривать ситуацию на покупку, а к концу часа цена возвращается обратно и уходит за уровень. То есть вот этот элемент пробитием не считается, это как раз отмена того, что уровень был пробит. То есть в этом случае покупки пока не рассматриваются. То есть для нас важным является сигналом тот, когда свеча закрывается за этим уровнем. И дальше мы уже начинаем искать ситуацию для присоединения. То есть, во-первых, у нас есть уровень стоп-лосс, это минимум предыдущего торгового дня, то есть куда мы ставим, а дальше мы смотрим, где присоединиться. Как правило, если у нас происходит пробитие максимум предыдущего торгового дня, то есть как это было, к примеру, здесь, то цена очень часто возвращается к этому уровню поддержки. То есть если вы видите, что, к примеру, был пробит уровень и там большая свеча там на 30-40 пунктов. И если померить вот это расстояние, оно может быть довольно-таки большим. То есть 120-130 пунктов до стоп-лосса. По соотношению риск-прибыли оно может быть довольно-таки большим. Поэтому здесь можно использовать такое универсальное правило, присоединяться с использованием ордера buy limit. То есть, когда у нас вот уже свеча, например, свеча, которая пробивала, уходит вот так вверх. То есть мы открываем график, видим, что мы находимся вот здесь. То есть с одной стороны, да, мы получили сигнал, можно покупать, но понимаем, что для нас эта цена не столь интересна. То есть она довольно-таки далеко от интересной для нас точки для входа. И можно использовать установку ордера buy limit по уровню пробития. То есть мы ставим на максимум, который у нас предыдущего дня пробивался, ставим отложенный order buy limit, стоп-лосс уже за минимум, и тогда мы получаем возможность войти по более интересной цене для нас. Безусловно, существуют такие ситуации, при которых мы можем не войти в рынок, да, то есть если цена не корректируется, но в большинстве случаев это наоборот позволяет присоединиться, то есть в те ситуации, которые действительно интересны, присоединиться по более выгодной цене. То есть вот таким способом у нас используется вход. Ирина, поставьте пожалуйста плюсик, да, если более-менее стало понятно, чтобы я тоже понимал, да, отлично. Коллеги, вот, да, следуйте примеру Ирины, пишите ваши вопросы, и я обязательно на них буду отвечать. Так вот, что у нас на текущий момент, да, на текущий момент происходит по паре евродов. Давайте вместе не закончим, перейдем уже так же к торгуемся вблизи уровня поддержки на отметке 1.17.31 и уход за этот уровень подтвердит еще раз продолжение нисходящего трена. То есть для того, чтобы нам, к примеру, начать покупать, нам необходимо увидеть данную пару на текущий момент выше максимума предыдущего дня. То есть, нам нужно дождаться, как закроется сегодняшний день, где у нас будет сформирован максимум, вот эта зеленая линия переместится примерно на эту область, если не будет еще одного обновления максимума. И тогда уже на следующий день, то есть завтра, в случае пробития вот этого максимального значения, мы вновь можем присоединяться на покупку со стоп-лоссом за минимум предыдущего торгового дня. То есть, вот таким образом ситуация может развиваться. Ну и важный момент, да, то есть еще раз акцентировать на том, что если цена все-таки уйдет, то есть не будет вот этого перехай, потому что у нас в течение нескольких дней, если опять же отметить максимум, цена может пойти вот так, да, я опять же примерно схематично, то есть каждый максимум идет ниже, ниже и ниже. Вполне возможно, что вот этот сигнал на вход мы получим либо вблизи этого уровня, да, то есть довольно-таки сильным будет сигнал на присоединение, либо цена его в принципе пробьет и тогда уже приоритет смещается на продажу. То есть, что значит приоритет смещается? Мы рассматривали также такой подход в торговле, когда в сторону основного тренда сделки открываются с максимально допустимым размером риска, то есть 1%, к примеру, если вы используете на одну сделку. Работая контртрендово, это также позволяет двигаться по тем трендам, которые формируются, они порой могут быть довольно-таки продолжительными контртренды, которые впоследствии перерастают уже в более крупное движение. Так вот, пока, да, то есть пока продажи сохраняются и с точки зрения риск-менеджмента, то здесь можно использовать уменьшать риск, то есть примерно входить с риском полпроцента, и далее уже двигаться по той ситуации, которая у нас на рынке формируется. Соответственно, если цена уходит за 1,1661, то мы уже можем рассматривать продажу, то есть также после коррекции, то есть когда происходит коррекция, вновь продавцы становятся сильнее покупателем какой-то из дней и тогда уже претенятся на продажу. То есть пока основные сделки идут на покупку, но если цена уходит ниже отметки 1,1661, то мы уже переходим к продажам. Далее мы с вами посмотрим пару британский фунт, американский доллар. Здесь фактически уже также начиная с конца апреля, да, тенденция также идет восходящая. В принципе, в общей сложности до максимума цена прошла порядка 1200 пунктов. И что сейчас, да, важно по данному активу, по данному инструменту. У нас есть уровень поддержки, опять же, вот минимальное значение, которое мы видели 23 августа. Область 1,2781. То есть для дневного таймфрейма данный уровень, я считаю, наиболее важен. То есть если цена проходит в данное значение, то тогда уже вновь снижение в области 1,19, 1,18 она может быть. Ну и точнее, и тогда уже будет смещаться приоритет непосредственно к продажам. Но пока мы торгуемся выше данного уровня, то также ситуации на покупку для нас будут являться наиболее интересными. То есть, ну вот фактически, да, то есть то, о чем я говорил, когда тенденция из коррекции может перерасти в нечто большее, да, то есть работая контртрендово, да, то есть это возвращаясь к этому. Если мы увидим обновление минимума, то от максимального значения цена пройдет порядка 800 пунктов. То есть, как я уже сказал, свою торговую стратегию, свой торговый подход можно разбавить как раз контртрендовой торговлей, но уже с меньшими рисками. То есть входить вот на этих коррекциях, но уменьшать риск. Вот вижу вопрос от Ольги, если мы все-таки пробиваем 1,16,63, тогда какая цель 1,13,40? Вернувшись к паре евро-доллар, то есть фактически дальше у нас уже будут формироваться те цели, те движения, которые у нас были ранее. То есть это область 1,14, да, фактически я сейчас отмечаю вот по максимальным вершинам того восходящего тренда, который у нас был. То есть самый простой, да, такой способ оценки, который тем не менее очень хорошо отрабатывает. Если мы посмотрим, да, предыдущие исторические данные, то эти уровни также хорошо работали и как цели по движению их вполне можно будет использовать. То есть фактически если цена уходит ниже данного уровня, мы не придерживаемся как цель максимума. То есть понятно, что как цель максимума это прийти к 1,03, но опять же цена может скорректироваться на 700, на 800 пунктов, да, уйти вниз, а затем с этих уровней мы можем получить уже вновь на дневном таймфрейме восстановление покупок и вновь начать покупать, да. То есть приоритеты, они периодически смещаются. Тем более валютные пары это больше те инструменты, которые двигаются в боковике, вот там криптовалюты, индексы, золото, то есть это те инструменты, которые в перспективе, да, всегда должны расти, а валюта это то, что больше имеет боковой характер движения, да, если мы посмотрим уже непосредственно там недельный и месячный таймфрейм. Так вот, возвращаясь к паре британский фунт, американский доллар, для дневного таймфрейма, у нас здесь важный уровень на отметке 1,2781 находится, а для уже локальных, да, локальных уровней, это последнее минимальное значение, которое мы видели в начале октября, да, для четырехпасового таймфрейма, это область 1,3029 данный уровень, то есть если опять же цена проходит данное значение, это ближайший уровень поддержки, после преодоления этого минимума, мы, ну, совершенно логично, что мы можем пойти дальше на 1,27, то есть здесь, в принципе, все довольно-таки логично в этом отношении. А сейчас, пока мы торгуем, опять же, выше данного уровня, тенденция на укрепление остается в приоритете, да, также и для четырехчасового таймфрейма. И теперь давайте посмотрим час, да, часовой таймфрейм. Вот здесь как раз ситуация уже чуть более интересная, да, которая нам фактически сейчас может показать о том, что после того снижения, которое мы видели в пятницу, да, это отметка 1,3086, да, минимальное значение, во-первых, у нас день открылся по 3154, да, мы показали минимум, а затем закрылись еще выше, то есть к концу дня все-таки покупатели переломили настроение продавцов. Но нам нужно подтверждение, то есть фактически данное подтверждение, уже пробитие вот этой данной зеленой линии, которая строится по максимуму предыдущего торгового дня, мы увидели сегодня. И это свечи, которые мы видели 8-9 часов по терминальному времени, то есть вот отсюда мы могли уже фактически также говорить о покупках, и далее все цены, которые фактически были ниже данного уровня, для нас являются, ну, наиболее интересными. То есть ближайшая возможность это присоединиться как раз к уровню пробития, то есть 1,3201, в этом случае стоп-лост, был бы порядка 115 пунктов. В том случае, если кто-то отслеживает, непосредственно следит за текущей тенденцией, можно было, то есть вот со мной просто многие тоже, с тем, с кем мы созваниваемся, периодически обсуждаем текущую ситуацию, я напомню, что такая возможность также доступна для клиентов Адмирал Маркетс, то есть это скайп-консультация, наверное, так ее можно назвать, когда мы созваниваемся, то есть мне показывают метатрейдер, рассказывают, что трейдер видит, и я даю какие-то свои комментарии. Вот один из способов, которым со мной поделились, для более-менших таймфреймов. Я для себя это не использую, но, тем не менее, с вами считаю своим долгом об этом поделиться. То есть у меня нет возможности смотреть, постоянно за рынком, то есть хоть я и работаю в брокерской компании, да, но я этого не делаю постоянно, да, то есть у меня есть еще и другие обязанности. Мне больше, наверное, повезло в том отношении, что у меня и мое, так скажем, дополнительный источник дохода, и моя работа, она между собой очень хорошо коррелирует, но я не уделяю, да, постоянно времени, постоянно тем, что смотрю за графиком. Так вот, то, с чем я хотел с вами поделиться, это, ну, фактически уже вот после пробития, которое мы видели на 8-9 часов, да, то есть она начала корректироваться, и в рамках, опять же, меньшего таймфрейма, то есть примерно 5 минут, 15 минут, мы со мной делились именно с 5-минутным таймфреймом, а мы также видим вот эти волны, да, то есть цена уходит ниже. Здесь у нас идет тенденция восходящая, то есть импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс. Дальше цена уходит ниже минимума, да, вот предыдущего, ну, предыдущего часа. И начинается тенденция нисходящая, то есть мы падаем, 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 и в тот момент, когда цена обновляет максимум, вот последние свечи, то есть заканчивается это коррекционное движение вот отсюда, также дополнительно можно рассматривать уже присоединение на вход. И вот с этих уровней, например, начинать покупать. Но, опять же, если вы ставите для себя цель движения, ну, так скажем, среднесрочную, то уровень стоп-лосс уже имеет смысл убирать за минимум, да, предыдущего дня. То есть, практически здесь можно было войти со стоп-лоссом порядка 86 пунктов, и с целью движения порядка 140-150. Да, ближайшая цель в рамках часового таймфрейма, ну, а дальше, если мы посмотрим, как цель максимум, то это, безусловно, движение в область 1.36.18. То есть, фактически вот с этих уровней движения на порядка 400 пунктов мы можем рассматривать. То есть, если у нас тенденция подтверждается, да, она сохраняется, то какая следующая цель, да, обновить предыдущий максимум, который мы видели в середине сентября. Вот как цель максимум, это прийти именно в эту область. И нам как раз наиболее интересно, ну, я считаю, что вы разделяете это мнение со мной, присоединиться непосредственно по наименьшей цене, и когда мы откроем сделку на покупку. То есть, в данном случае мы такой сигнал видели сегодня, да, ну, и он, собственно, сейчас продолжает так же действовать. Единственное, что здесь важно, это оценить ваше, ну, фактически отношение к риску. Потому что, если ставить цель, ну, собственно, take profit на максимум предыдущего, предыдущий, который мы видим в последнем вот этом движении, то у нас получается примерно один к одному, да, риск. Поэтому в данном случае, если рассматривать присоединение, то эта сделка будет интересной, если ее держать среднесрочно, да, то есть до области 1.36-1.11. Ну, или, к примеру, закрывать ее частично. То есть, цена прошла, к примеру, до данного уровня, вы закрываете там треть объема, да, или половину объема, и дальше уже следующий объем идет дальше. Тем самым вы фиксируете часть прибыли и оставляете сделку на продолжение роста, да, то есть в том случае тенденция сохраняется. Ну, и, собственно, резюмируя, да, резюмируя пару британских фунтов, американский доллар, на текущий момент тенденция на укрепление в рамках дневного, четырехчасового и часового таймфрейма у нас остается в приоритете, да, то есть у нас покупки продолжают преобладать на текущий момент на рынке. Куда дальше, как сопровождать сделку, да? Тоже очень важный вопрос. Дмитрий задает вопрос по биткоину, я чуть позже не увернусь, то есть мы когда до нее дойдем, я думаю, это будет более актуально, но обязательно отвечу на ваш вопрос. Так вот, сейчас, да, то есть какая основная задача у нас на следующий день, да, то есть для того, чтобы получить подтверждение вот этого восходящего движения. Нужно закрепиться выше максимума, который будет сегодня. Соответственно, уже после того, как цена двинется выше, мы сможем переместить наш топ-лосс за минимум сегодняшнего дня и таким образом сопровождать сделку. То есть день идет, мы страхуем часть нашей прибыли, перемещая в топ-лосс, да, то есть за минимум предыдущего дня. Безусловно, существуют вот такие ситуации, как было, к примеру, 12 октября, которое, ну, фактически у нас было, да, минимальное значение, которое мы видели вот в последний день, последний максимум, максимальное значение, которое было вот до этой коррекции, он был здесь, то есть фактически мой топ-лосс мог находиться либо по данному уровню, либо его можно было переместить сюда. То есть здесь выйти из сделки порядка 50 пунктов прибыли, да, то есть если здесь отсюда рассматривать вход опять на покупку, и далее уже, собственно, на следующее присоединение могло и не произойти, потому что опять же, топ-лосс после присоединения повторного, да, вот, например, с этих уровней, когда цена опять обновила максимум, он мог быть достаточно большой, порядка 120 пунктов. Ну, а на следующий день уже опять началась коррекция. Так вот, сейчас, да, по британскому фунту покупки остаются в приоритете, и смотрим, как будет закрываться торговый день, во-первых, сегодня, как будем торговаться завтра, и ближайшая цель – это движение в области 1.33-1.35, да, дальше уже по развитию ситуации будем смотреть. Далее у нас пара американский доллар и японская иена на очереди. Что у нас происходит по данному активу? Здесь я уже с точки зрения вот основного направления, которое у нас идет по дневному направлению, я пока придерживаю непосредственно продаж, да, как основного сценария. Но пока, вот если посмотрите, и, собственно, что мы здесь видим, это боковик, да, то есть боковик, который сохраняется, ну, фактически с апреля этого года. Диапазон этого боковика порядка 600, примерно 650 пунктов, да, и сейчас мы подошли к верхней границе вот этого канала, который у нас обозначен, да, на рынке. В чем здесь особенность, да, торговля в боковике, ну, и, в принципе, какие предпосылки могут дальше быть? Это в первую очередь уход выше, максимальные значения, которые как раз обозначены в области 114.45, то есть закрепление за этим уровнем. Но как основной сценарий, пока мы не увидели пробитие данного уровня, то, что развиваться будет тенденция нисходящего в 108.05, и вот данный потенциал снижения может составить порядка 800 пунктов, да. Поэтому, что здесь важно, да, вот с точки зрения покупок, да, покупать по самым максимальным значениям, это очень, довольно-таки рискованно. То есть сейчас, к примеру, хоть мы и видим, да, в рамках часа, вот сейчас я немножко перемещусь, то есть если вы не находитесь в покупках 17 октября, то, собственно, и в них пока входить не нужно, на мой взгляд, потому что вблизи уровня сопротивления вероятность начала коррекции она очень высока. И если говорить о, опять же, возобновлении покупок, то есть как об открытии новых сделок, то я бы рассматривал это после обновления максимума в области 114.46. То есть когда уже импульс, когда уже покупатели, да, продавят вот этот максимум, и покажут нам, что готовы идти дальше, вот только после этого присоединяются уже вновь к покупкам. И, как я уже сказал, вблизи данного уровня велика вероятность развития тенденции нисходящей. Но что нам для этого нужно получить? Для этого нам нужно получить уход ниже минимальной значения, то есть по крайней мере, сегодняшней торговой сессии, да, то есть если у нас день закроется примерно по этим уровням, завтра цена уйдет ниже отметки 113.59, то опять же в этом случае мы можем опять рассматривать ситуацию на продажу со стоп-лоссом за максимум предыдущего дня. То есть стоп-лосс здесь может быть довольно-таки интересный, порядка 60 пунктов. Ну, с учетом того, что потенциал движения порядка 600 пунктов, ну, по всему общему движению. То есть как цель максимум, да, соотношение примерно 1 к 10 получается. Это довольно-таки интересно. Но нам нужно получить это подтверждение, да. Этим подтверждением будет закрытие ниже минимум сегодняшнего дня. Об этом мы и будем смотреть, об этом будем дальше говорить. Следующая пара, которая у нас на очереди, в очереди посмотрим канадец, обязательно австралиец, канадец, посмотрим канадец, еврофунт, ну и, конечно, золото, нефть, и посмотрим биткоин. по канадцу, вот я хотел бы начать вот с такого момента. По канадцу, да, опять же, если мы смотрим более крупный таймфрейм, на текущий момент тенденция, начиная с мая, да, также с мая этого кода, идет нисходящее. И если берем вот абсолютный максимум и минимум за эти 5 месяцев, то канадец прошел порядка 1700 места пунктов, то есть на снизение. Сейчас тенденция также на ослабление остается в приоритете до тех пор, пока мы торгуемся вот ниже данного минимума в области 127.70. То есть, если мы сможем на дне преодолеть данный уровень, то тогда уже вероятно развитие сценария восходящего движения на область 137. Но что мы собственно видим сейчас? Сейчас в рамках 4-х часового таймфрейма у нас тенденция сохраняется на укреплении вот были попытки ниже уйти то есть у нас вот этот коррекционный тренд, который прошел порядка 600 пунктов, начиная с начала сентября, сохраняется пока на укреплении и собственно точно так же как мы с вами видим, каждый минимум обратите внимание каждый минимум идет выше и выше предыдущего. То есть вот тренд пример того, как тренд сохраняется и такие ситуации понятно, что не происходят постоянно, но они есть и игнорировать их мы не можем. Соответственно, что мы видели вблизи данного уровня, то есть опять же невозможность пробить и закрепиться ниже минимумов, которые были обозначены 12 октября при снижении, которое мы видели на прошлой неделе, нас вернули пока к покупкам по данному инструменту. Здесь тоже был довольно-таки интересный сигнал на присоединение как раз по данному тренду, когда у нас 19 октября, вот обратите внимание, давайте я обозначу, вот был его максимум и вот был его минимум. То есть в пятницу мы получили сигнал уже там в 6-7 часов о том, что мы можем присоединяться к данному инструменту на покупку. Опять же, как я рассказывал, пример присоединения к сделке с использованием ордера buy limit, то есть установка на максимум предыдущего дня, который был пробит, со стопом за день предыдущий. То есть стоп в этом случае был порядка 44 пунктов и буквально через несколько часов данная ситуация была реализована. То есть опять же, с точки зрения того, что новости очень часто совпадают с основным трендом и безусловно бывают такие ситуации, которые не разделяют до данного момента, но в данном случае здесь все собственно было в рамках того тренда, который и присутствует на рынке уже фактически последние несколько месяцев. То есть укрепление американского доллара. И мы пока идем в этом же направлении. Поэтому сейчас резюмирую канадец, покупки все так же остаются в приоритете, но вот здесь как раз была на мой взгляд очень интересная ситуация для присоедения на покупку. Она как раз лишний раз доказывает то, что это гораздо эффективнее, чем работать по новостям. Я думаю, что многие из вас видели вот эту большую свечу, кто-то может быть торговал в этот момент, но тем не менее присоединиться с использованием отложенных ордеров это безусловно тоже возможно. Фактически вы бы получили примерно даже те же цены, но риск как раз проскальзывания, когда вы ставите отложенный ордер buy stop или sell stop, он в этом случае уменьшается. Вы присоединяетесь, когда рынок спокойный, а не когда все начинают покупать, за одну минуту цена прошла порядка 80 пунктов. Фактически мы здесь видим час вот этих 90 пунктов, но если мы перенестимся на минутный таймфрейм и найдем эту ситуацию, то вот одна минута и если минимум до максимума это 83 пункта. Вы только себе представьте, какие объемы в этот момент торговались и присоединиться по этой свече без проскальзывания практически невозможно. Здесь проскальзывание может быть 10, 20, 30 пунктов. Все зависит от того, какое идет движение. Но если это 1 минута 80 пунктов, то получить не исполнение отложенного ордера байстоп, тем более байстоп может исполняться по любой цене, либо по запрошенной, либо хуже, либо лучше. Это лимитный ордер, он может исполняться только по запрошенной, либо лучшей цене. Опять же мы в этом плане получаем дополнительное преимущество. Это как раз тот контраргумент с моей стороны. Я ничего против не имею торговли по новостям, но факт есть факт. Такие ситуации бывают очень часто. Порой гораздо эффективнее присоединится по тренду, когда появляется подтверждающий сигнал и уже спокойно двигаться вместе с новостью, с теми данными, которые выходят. Чем пытаться среагировать именно в момент выхода новости. А еще хуже, если это входить по рынку медленным исполнением, это еще будет менее эффективно, на мой взгляд. Ну и собственно сейчас тенденция на укрепление сохраняется. Как мы отметили ранее, ближайший уровень сопротивления находится на расстоянии порядка 120 пунктов от текущей цены. И если мы увидим все-таки канадец выше данного уровня, то тогда уже вернемся непосредственно к покупкам с потенциалом движения на 1,37, 40. Ну а пока тенденция остается также проверить нисходящие, то для нас будет также интересно найти продажи по данным инструментам. Одним из таких способов, которые могут появиться, это уже то, как будет торговаться день завтрашний завтрашний, то есть у нас закроется текущий день, если завтра цена сможет уйти ниже минимума сегодняшнего дня, закрепиться за ним и также мы получим интересную точку для присоединения на продажу по данному активу. Ну а пока мы растем по канадцу и эта тенденция сохраняется. Далее у нас австралиец. По австралийцу опять же если мы рассматриваем более крупный таймфрейм вот на текущий момент в отличие от всех других пар по той ситуации, которую мы видели в начале октября, то есть когда цена ушла ниже минимум 15 августа до середины августа, то здесь несколько приоритет смещается в сторону продаж. То есть если по всем остальным инструментам пока еще доллар не перешел к критическим уровням, то как раз по австралийцу это один инструмент из тех, которые мы посмотрели, которые как раз это правило сейчас приоритет доллара, то есть приоритет сейчас остается непосредственно доллару. Ну и по австралийцу на мой взгляд на текущий момент нужно искать непосредственно пока продажи. Были попытки у нас закрепиться выше максимума предыдущего который мы видели в начале октября, то есть как раз на этом снижении после которого произошел пробой мы вернулись обратно в диапазон попытались уйти выше данного уровня сейчас мы корректируемся так вот для более серьезных продаж на 76 на 75 тут важный уровень находится на минимуме 100 октября сейчас я его отмечу то есть если мы проходим данный уровень то дальше тенденция на ослабление получает еще больше импульс пока покупки здесь тоже исключать не будем то есть как раз эта пара может быть исключением из тех ситуаций которые мы посмотрели с другими активами но тем не менее вероятность возобновления роста движения в область 81 мы исключать пока не можем ну а локально здесь я бы рассматривал и покупки и продажи то есть ну а дальше уже смотреть что вот как раз выйдет из этого диапазона и тогда уже собственно продолжать продавать или покупать что мы видим локально 19 октября четверг в пятницу мы видим вновь обновление локальных меню то есть до этого у нас опять же идет такое некоторое сомнение с точки зрения продаж покупателей кто же сильнее то есть вот у нас сначала было 18 октября затем 19 мы ушли выше данного уровня тем самым начав предпосылки на начало восходящего движения а на следующий день мы опять возвращаемся к минимальным значениям четверга и фактически пробиваем минимум который был в четверг то есть уже во второй половине торгового дня когда торговалась Америка поэтому сейчас по австралийцу продажи сохраняются и ближайший пока разворотный уровень для возобновления покупок находится на максимум который был в пятницу ну а максимум сегодняшний после закрытия дня после закрытия сегодняшнего торгового дня уже даст нам ориентир для возобновления покупок с точки зрения следующего уровня сопротивления то есть если пара сможет преодолеть данный максимум завтра послезавтра то уже с этих уровней мы вновь можем рассматривать покупки сейчас если кто-то находится в продаже то их можно собственно держать сопровождать потому что это снижение может пройти еще там порядка 60 пунктов как раз в область 77-30 к следующему целевому значению по паре еврофунт по паре еврофунт мы на текущий момент видим если смотрим более крупный таймфрейм тенденции на укрепление сохраняется ближайший уровень поддержки находится в области 87-48 ну а в рамках уже среднесрочной и краткосрочной тенденции мы видим небольшое снижение по 4-часовому таймфрейму и собственно по часовому но сейчас акцентируем внимание на часовом собственно вот у нас пятница да так же попытались немного обновить максимальное значение которое видели 12 октября вплотную к этому уровню подошли но опять же к концу торгового дня мы закрылись ниже открытия то есть фактически порядка 80 пунктов цена прошла вниз ну и сегодня как раз мы закрепились ниже данного уровня то есть мы его пробили и на текущем тенденции на ослабление сохраняется но опять же вот этот инструмент может быть не столь интересен для присоединения на продажу так как стоп-лот он получается довольно-таки большой и порой такие ситуации нужно пропускать то есть я не говорю о том торговать каждую ситуацию тем более ближайший уровень поддержки который сейчас находится по данной паре это область 88-57 то есть мы можем скорректироваться еще там на порядка 30 пунктов и вот с этих уровней получить опять же восстановление за компенсацию к покупкам и движение на 93 поэтому продажа опять же не выглядит столь привлекательно по данному активу и на мой взгляд будет более эффективно искать непосредственно покупки по данному активу мы видим тенденцию сохранять на укрепление поэтому пока покупки на мой взгляд также будут оставаться в приоритете в рамках часового таймфрейма мы видим снижение от максимума который мы видели в середине октября до отметки 1306 долларов за тройскую унцию и на прошлой неделе дошли до отметки 1272 долларов соответственно пока возобновление покупок мы не получили по данному активу и сегодня цена ушла вновь за минимум который был записирован в пятницу сейчас мы немного корректируемся и собственно пока продажа остается в приоритете по данному инструменту но опять же на пушице и рынок может перейти вновь в фазу роста поэтому на текущий момент если говорить о покупках да то если деньги закрывают например по текущим ценам то обновление максимального значения коррекция к этому уровню также позволит присоединиться с целями движения сначала там на 1306 а далее уже на 1355 долларов за тройскую унцию а нефть марки бренд вот здесь последнюю неделю на мой взгляд присутствует огромная доля неопределенности опять же если мы смотрим с точки зрения того как закрываются торговые дни то пока приоритет остается в продажах да продажам мы смотрим дневной таймфрейм и собственно здесь рост рост сохраняется в кучу момент но нефть тут давайте недельная да посмотрим то есть вот уровень сопротивления у которого цена стоит то есть это максимальное значение которое мы видели в январе в январе этого года то есть тенденция на укрепление сохраняется в рамках недельного таймфрейма но вот этот уровень сопротивления пока нефть марки бренд преодолеть не может и опять же если говорить о покупках о возобновлении покупок то здесь пока нужно немного подождать потому что вот обратите внимание у нас был максимум 18 октября затем следующий был здесь затем следующий чуть ниже мы его еще не пробили то есть фактически пока мы в рамках часа снижаемся а вот если мы получим уже уход нефти выше максимум в области 58.10 то тогда можно рассматривать непосредственно присоединение на покупку но обращу ваше внимание то что может несколько смущать это довольно таки близкая ближайшая цель на 59.54 и я бы возможно рассматривал либо после более серьезной коррекции то есть сделка была бы наиболее интересна либо уже после пробития данного максимального значения которое у нас было сейчас вот я по основным сниматам разобрал то есть в принципе по биткоину был вопрос сейчас я его зачитаю Дмитрий спрашивал как вы думаете почему растет биткоин только говорите что в апреле его фактически легализовали как валюту в Японии ну на самом деле с апреля произошло очень многое с точки зрения биткоина то есть у вас вопрос как в целом почему он растет то есть что заложено в этот рост или какие факторы влияли на него потому что ну вот с точки зрения тех событий которые влияют на биткоин их очень много и там разделение биткоина и где-то его запрещают где-то его легализуют где-то создаются комиссии которые будут его регулировать очень много ситуаций там происходит но вот если вопрос в целом то практически сейчас я думаю что не слышать о биткоине я не знаю от кого только нельзя то есть все знают про биткоин но на самом деле все знают но немногие этим пользуются потому что порой довольно-таки сложный инструмент для того чтобы его просто купить купить там к примеру и держать и я считаю что многие приводят аналогию я честно говоря не помню кто это из таких динозавров трейдинга возможно это был Джесси Левермор который период как раз в период одной из кризисов США буквально за день до того как произошел обвал продал все свои акции и я думаю что вы слышали эту историю если помните о ком она была конкретно сказана то поделитесь со мной но ситуация была в том что его спросили почему а почему ты все продал и ответ был такой что когда он перед тем как зайти в офис своей компании где он совершал все операции он решил почистить ботинки и это была вполне нормальная практика для людей кто работал на Уолл-стрит и когда его чистящих обуви спросил точнее он ему сказал что он купил какие-то акции которые держал либо Джесси Левермонт либо кто-то другой а он понял что даже если у чистящих обуви эти акции есть то пора их скидывать ну и собственно вот эта история вокруг того что даже и он это смог сделать но сейчас мне кажется ситуация несколько другая по той простой причине по той простой причине что развитие информации оно не знаю несколько тысяч раз выше чем это было тогда то есть распространение информации о биткоине оно то есть если тогда все узнавали там за 10 лет то сейчас всю информацию ну большая часть населения планеты может узнать там за пару месяцев да просто потому что там видео на ютюбе набирает огромное количество просмотров все это обсуждают все это говорят в новостях и все больше то есть вот этот период дохода информации ну не совсем правильно сказал но я думаю что понимаете она с каждым с каждым годом все сокращается и на мой взгляд это ну не совсем та ситуация при которой все уже об этом знают значит пора об этом продавать вот Дмитрий задает вопрос а чем подкреплен биткоин вот я вам могу честно сказать чем он подкреплен да то есть что лежит в его собственно на основе да его основе то есть он подкреплен теми затратами которые вытекают из его добычи да то есть что ну что такое биткоин это когда есть майнеры то есть те кто собирает информацию по транзакциям в блоке да ее запечатывают и собственно двигаются дальше получают это вознаграждение это то же самое вот представьте золото да то есть ну что в золоте что оно настолько ценное да то что оно стоит там 1200 долларов за тройку а до этого стоило 200 ведь в его стоимости заложена та стоимость которая уходит на его добычу то есть если бы его не было выгодно добывать да то есть если там пришел золотодобытчик да потратил н своего времени н своего денег и если он не получает при продаже выше то он просто перестает этим заниматься да и здесь аналогия она примерно такая же то есть да мы не можем его пощупать как золото но фактически вот это что-то общепринятое да всеми всеми людьми которые живут на планете потому что могли какой-то другой камень за это принять но не такие существуют то есть весь интерес в его уникальность потому что действительно биткоин технология блокчейн создает под собой уникальный уникальную экосистему которая впоследствии в течение там пяти десяти может быть пятидесяти лет может перерасти уже в нечто новое и безусловно интересно то что многие правительства пытаются начать это контролировать потому что фактически все это происходит без их ведома да то есть ну биткоин это то что дает возможность переводить средства от одного человека к другому да то есть не имея какого-то центра то есть вы можете отправить мне и я могу отправить вам и мы собственно не имеем никаких посредников кто это может проверить да там отозвать или еще что-то соответственно ну я тоже начинаю углубляться в эти вопросы поэтому как раз с вами и делюсь то есть вот на мой взгляд мне очень понравилась моя такая аналогия вот я думаю что многие из вас видели компьютер apple который был создан первые деревянные еще сейчас это то же самое потому что в принципе биткоин это то что основная мысль это быстрые платежи но они не быстрые вот одна транзакция то есть если вы переводите средства кому-то там участнику вот этого сообщества с вашего биткоин кошелек на другой биткоин кошелек в среднем транзакция сейчас занимает порядка 6-8 часов да то есть это в принципе не то что было заложено просто нагрузка сети растет и возникает почему там произошел раскол биткоина на биткоин и биткоин кэш да потому что уже транзакции не могли обрабатываться в том количестве которые были то есть оно постепенно развивается и пока существуют люди кто использует эту технологию применяет ее развивает ее это будет двигаться и постоянно укрепляться да с другой стороны да вот если в целом опять же ответить на ваш вопрос почему он растет потому что биткоин это тот инструмент который ограничен то есть его выпуск он ограничен насколько помню 21 миллионам до биткоина и по расчетам последний биткоин будет выпущен в 2100 по-моему в 2119 я не особо я когда увидел цифру я понял что наверное мои дети внуки доживут я наверное не особо поэтому я посмотрю в следующий раз подробнее то есть в этом тоже есть его интерес то есть он не поддерживает например инфляции то есть нельзя то что заложено в алгоритме нельзя например напечатать биткоин то есть его получают майнеры за выполненную работу и в этом есть опять же его стоимость то есть поэтому вот по своей как раз сути которая заложена в него в его систему в его алгоритм он в перспективе всегда должен только расти то есть ну безусловно происходят различные события его регулируют его ограничивают что влияет непосредственно уже фундаментально но общие моменты это уже непосредственно заложено в биткоине но немного долго мы про это проговорили прошу прощения у тех кто возможно не столь смотрит данный инструмент и собственно завершим мы тем что в субботу 21 октября мы видели вновь обновление максимум по золоту доходили до отметки 6000 164 доллара за один биткоин и собственно опять же если мы смотрим вот буквально этот год то рост по нему составил порядка тысячи процентов то есть от отметки 753 ну чуть меньше мы доросли до почти 6200 поэтому с точки зрения опять же того алгоритма который заложен в принципе в его работу на мой взгляд покупки да то есть по нему остаются в приоритете по умолчанию возможно еще на много лет то есть продавать его довольно таки опасно потому что ну безусловно всегда интересно вот зайти на тех снижениях которые были когда он пересекал отметку 5000 и скорректировался до 3000 то есть на мой взгляд это хорошая возможность чтобы опять купить по минимальным значениям когда цена еще не заинтересовываться а не в коем случае продать то есть здесь мне очень нравится мысль о том что когда мы продаем биткоин то есть продадим его от максимума то есть когда он придет к нулю то мы можем максимум получить это 100% прибыли на вложенные средства а если мы его покупаем то рост он может быть практически неограничен как мы видим с начала этого года порядка тысячи процентов данный инструмент вырос ну и собственно уже локально я вот тот подход который я применяю то есть я не могу сказать что он там идеально на нем работает это безусловно нужно время чтобы протестировать но опять же тот алгоритм который я использую работать на валютных парах я его также стараюсь применять и криптовалютам то есть входить уже непосредственно на покупку когда заканчивается вот эта коррекция и возобновляется рост то есть последнее да что у нас было вот максимальное значение которое было 18 октября затем в четверг мы за ним закрепились и собственно с тех уровней цена прошла порядка 150 долларов мы укрепились ну собственно да если брать не по максимальным но вот выйти из этой позиции на покупку можно было вчера в воскресенье по цене там 5900 ну вот порядка 300 долларов вот этот проход можно было получить и сейчас на мой взгляд да коррекция по опять же по биткоину она сохраняется в рамках часового таймфрейма поэтому вот завершение данного коллекционного движения также у нас позволит присоединиться на покупку уже по этому ирина задает вопрос а Дмитрий еще спросил про пару евро-доллар по доллару пирамиды нужен заместитель доллара чтобы сбросить долларовый по дискутировать ну я на самом деле согласен то что если опять же посмотреть те объемы которые происходят по торговле теми деривативами которые подкреплены подкреплены печатами американского доллара то объем биткоина он в тысячу раз меньше то есть если капитализация там порядка сейчас потому что где-то около 100 миллиардов составляет всего рынка криптовалют то капитализация по деривативам то есть средства которые вложены это порядка несколько 200 триллионов долларов то есть расти ему то есть набирать вот эту массу ему есть куда то есть это вот как раз может вызвать перетекание капитала от других инструментов которые были непосредственно в данную технологию на этом и оно все держится ну по да вот Дмитрий тоже задал вопрос по поводу евро-доллар вероятно мы немножко пропустили начало собственно по евро-доллару как мы смотрели в начале сейчас тенденция на ослабление сохраняется собственно сегодня мы ушли ниже минимумов которые были зарегистрированы в пятницу пока рост он остановился но тем не менее пока мы торгуемся по евро-доллару выше отметки 116 61 то приоритет покупкам все же остается в силе то есть сейчас краткосрочно мы снижаемся ну а завтра к примеру уже на нашем ютуб канале я сейчас еще раз приложу ссылку вы сможете найти уже непосредственно тот комментарий на утро завтрашнего дня что там происходит со всеми инструментами и его обязательно посмотреть ну и не забывайте ставить лайк под теми видим видео которые смотрят сначала подписаться затем поставить лайк и если есть вопрос то его написать в комментариях чтобы там я также на него смог вам ответить итак коллеги по всем инструментам которые я хотел рассказать я рассказал да немножко даже увлеклись информация по биткоину это действительно интересно и я думаю что в ближайшее время мы сделаем чуть более подробные обучающие материалы по криптовалютам обязательно это сделаем но я думаю что это конец ноября не конец ноября а в ноябре уже и будем более подробно разбираться что стоит за технологию я уже давно про это говорю но пока руки до этого не дошли но очень интересно поэтому я обязательно это сделаю и с вами поделюсь коллеги я напоминаю что ваши вопросы вы можете присылать мне на почту я ее сейчас еще раз продублировал роман исаков собакатно марки точка ком поэтому к следующему нашему занятию которое еще раз напомню пройдет со смещением для Украины и стран Балтии на 1 час то есть для Москвы по московскому времени это будет также 19.30 а по Таллину по Риге это будет 18.30 по Киеву это тоже будет 18.30 этот момент обязательно имейте в виду чтобы не пропустить вебинар но если его пропустите то сможете на ютуб канале найти запись единственное что вопросы не очень будут задавать записи а лучше все-таки посещать онлайн и я напоминаю что для клиентов Admiral Markets возможно индивидуальная консультация по данной торговой системе для этого напишите мне также на почту мы с вами договоримся запланируем время созвонимся и уже непосредственно обсудим ну и телеграм-канал для тех опять же для клиентов Admiral Markets где мы будем непосредственно обсуждать текущую ситуацию тем кто я отправил уже на почту присоединение в данный канал я думаю что с завтрашнего дня только первые люди уже туда подключатся то мы начнем уже делиться мнением по текущей ситуации обсуждать уже что происходит по инструментам то есть так скажем делать такой обзор онлайн чтобы всегда оставаться в курсе хорошо коллеги если вопросов нет давайте так поставьте плюсик если вопросов нет на сегодняшний момент чуть дольше у нас получилось я надеюсь что было интересно достаточно много поговорили многое посмотрели отлично тогда будем прощаться я напоминаю что завтра у нас на этой неделе достаточно много интересных вебинаров во-первых завтра Фредерик Даниэль 4 торговые идеи от Фредерика на текущей неделе с точки зрения фундаментального анализа и в среду моя коллега Кира Евтенко проведет вебинар посвященный уровню Фибоначо то есть также один из подходов которые используют многие трейдеры в своей торговле я вообще считаю что торговая стратегия она является рождается после того как вы уже аккумулируете в себе большое количество информации и мозг все равно так или иначе работает и в итоге отбросить все то что для вас не работает и оставить то что есть но чтобы так получилось нужно получить максимально комфортно ту часть информации которая для этого нужна поэтому приглашаю вас на данный вебинар в 19.00 в среду в 19.00 по Москве будет вебинар по уровню Фибоначчи обязательно приходите хорошо коллеги тогда будем прощаться всем желаю хорошей торговой недели и увидимся уже в следующий понедельник в 19.30 по Москве и в 18.30 Киев Таллин Рига еще раз напоминаю